Вирус фашизма, очень многие антропологические опыты показывают, по-прежнему живёт в социальном организме. Он не уходит никуда. Вообще ничего никуда из человечества не пропадает. Всё остаётся в нём, только или входит в какое-то сонливое состояние такое, дрема, или снова возбуждается, пробуждается. Молодые люди, молодёжь, дети, которые вообще не знали, что такое фашизм, его проявление, начиная со школы уже показывают интересные эксперименты, что люди склонны соблазняться предельными упрощениями. Мы лучше, чем они. Правильно то, что нам выгодно, приказы не обсуждаются, главное — порядок слабых бьют. Природа человека абсолютно не меняется. Если её серьёзно не исправлять с помощью высшей силы, особой высшей силы, которая существует вокруг нас, но эту высшую силу надо выделить из всех остальных сил, которые существуют в нашем мире, увеличить её и затем использовать для того, чтобы исправить природу человека. Иначе не исправишь. Есть такое исследование, свой, значит, хороший, патриотизм и ксенофобия, как две стороны одной медали. Когда разделение на своих и чужих лежит в основе любой социальной группы, и защита себе подобных — один из основных человеческих инстинктов. И на нём, в частности, основан патриотизм. И фашизм. Человек тяготит к большому обществу, к защите, в которой всё верно, всё правильно, вот так принято. Нацизм приветствуется массами, толпой. Они с удовольствием принимают эту идеологию. Она их защищает, оберегает, даёт уверенность, помогает, объединяет, даёт мощь толпы, безнаказанность, оправдание всех поступков, которые они совершают. Практически мы здесь входим в такие области сознания человека, дремучие, где мы этот феномен ещё даже до конца сколько не изучали, не исследовали, не можем даже понять. А в принципе он тождественен в чём-то, хотя и обратен, самому высшему свойству природы — объединения. Почему вообще возникает стремление к позиции свой-чужой и не возникает стремление к «мы все одно целое»? Потому что надо преодолевать разногласия. Необходим какой-то начальный элемент объединения, а затем его раздувают до нужного уровня. И те, кто наш и не наш, соответственно, начинают здесь уже разборки. Это то, что сделал Гитлер очень хорошо, показал это всё. Да, это всё очень просто вкладывается в психологические рамки поведения человека как индивидуального эгоиста, который чувствует большую независимость от всяких проблем и в том, что он сплачивается с себе подобными. Это забирает у него множество вопросов, множество неуверенностей и всего. Он чувствует уверенность коллектива, стоящего за ним, и он как в его массе. Это прекрасное состояние, которое для людей, не обладающих анализом собственного поведения, движения, вообще взгляда на общее движение человечества, фашизм, он очень привлекателен. А наука была, она говорит то же самое. Она говорит, что надо привлекать людей к объединению. В объединении таится огромная сила, но положительная, не отрезательная. Мы объединяемся не ради того, чтобы кого-то бить против других, а мы объединяемся для того, чтобы у нас была еще большая сила и других убедить объединиться с нами. Вот ученые задаются вопросом, с одной стороны, в чем корень зла, с другой стороны, понимают, что человек может быть как комплементарен, так же и выступать ненавистником от других. Как вот вы говорили, что фашизм является противоположной стороной объединения. Как это как-то перевернуть? Вообще это зло или не зло? Если это обращается во зло кому-то, то это зло. Если это обращается в добро кому-то, это добро. Если это обращается для объединения всеобщего, всех вместе, независимо ни от каких признаков, расы, кожи, цвета, неважно чего, то это добро. Если это делит сразу же общество или человечество на своих и чужих, то это зло. Потому что цель нашего развития – это привести все человечество к полному объединению, к тому же виду Адама, так называемого, из которого мы произошли. То есть произошли из полного единения всех наших желаний, внутреннего объединения между собой. Человечество должно снова к этому состоянию прийти. И в таком случае мы достигаем полного исправления своей природы. Какого вы делаете прогноз фашизму? Еще много-много человечеству предстоит испытать проблем, боли, очень много несчастий, пока оно не осознает, что проблема заключается в том, чтобы представлять себя одним и единым целым. То есть принять то, что говорит Кабыла, как единственную возможную истину для нашего развития. Каким образом мы можем сливаться с остальными вне всяких особенностей друг друга? Только потому, что мы люди являемся членами, являемся составляющими одного большого желания, хотя оно эгоистическое, но когда мы сливаемся вместе в нем, над нашими различиями, мы обращаем его в альтруистическое. Мы снова сейчас скатываемся к нацизму, к фашизму. Здесь должна быть какая-то определенная точка достижения, когда, с одной стороны, человечество испытывает огромную горечь от своего развития, тупикового развития, которое постоянно приводит его к нацизму, взаимному уничтожению, к огромной ненависти и так далее. И, с другой стороны, оно осознает, что единственная методика, которая дает возможность избавиться от этой ненависти взаимной, это наука Кабала, которая вызывает высшую силу, особую, добрую, которая объединяет людей. И только таким образом их спасает от взаимного уничтожения. Вот тут перед человечеством стоит развилка. Два пути. Или мы пойдем, как обычно, со своими дремучими инстинктами к взаимному уничтожению, или мы все-таки поймем, что есть в природе скрытая добрая сила, которая может нас поменять. Но оказаться на этой развилке и понять, что есть возможность для такого изменения, для этого надо воспитание. Возьмите любые соседние страны. Все в скрытом виде основано на ненависти, на противостоянии. В лучшем случае, когда мы держим кулаки за спиной и как-то общаемся. Но это все равно до поры до времени, пока разборки эти не накалились. А затем постепенно они превращаются все равно в какую-то войну, стычки, проблемы. Нам даны возможности с помощью политики как-то разобраться. Но это все не убирает главного – ненависти. Люди не ощущают своего объединения в одной душе. Это им надо объяснить, показать. тогда они обнаружат, что они разные специально для того, чтобы взаимно дополнять друг друга. То есть их отличие друг от друга, оно только для их взаимной пользы, если они научатся правильно себя соединять. Уawiaю. Customs. Используемся. С Fontа this. Так. Используем ее ons. Мы неondrump. Используемся. Продолжение следует...